После того, как марка Peugeot поставила на конвейер калужского завода каблучок-партнер, не было сомнений, что компания ему вскоре составит родственный Citroen Berlingo. Ведь одна машина отличается от другой лишь оформлением радиаторной решетки. Теперь догадки подтвердились фактами. Этой весной Berlingo действительно получит российскую прописку. В серию пойдут стандартная и удлиненная версия, для которых будут доступны бензиновый и дизельный моторы. Впрочем, в таких же исполнениях сейчас предлагается и партнер. Поэтому не очень понятно, зачем рынку нужна пара одинаковых машин под разными марками. По итогам прошлого года марка Cherry показала заметный рост продаж. Понятно, что основную кассу сделал относительно недорогой Tiga 4. А чтобы публика заинтересовалась флагманским Tiga 8, в компании решили пойти на хитрость. Теперь, кроме двухлитрового турбомотора, для восьмерки будет также предлагаться полуторалитровый. Причем с последним сочетается скорострельный шестиступенчатый преселектив вместо вариатора. Так что по динамике младшая версия обходит старшую. Выбор более скромного движка позволит сэкономить 80 тысяч рублей. Но по странной логике маркетологов, для заказа доступна лишь максимально упакованная комплектация. В прошлом году Audi пристроила около полутора сотен батарейных кроссоверов e-tron. На зарождающемся электромобильном рынке России это серьезное достижение, которое теперь решено закрепить. Так, помимо стандартной версии, дилеры теперь будут предлагать купеобразные варианты трона. В единственной двухмоторной версии новинка оказалась на 205 тысяч рублей дороже. Но вся доплата лишь за силуэт. Кстати, прикупить вольтамперную Audi тот еще квест. Ведь их продажей занимаются всего пять дилеров из Москвы, Питера и Екатеринбурга. Турбонадув, непосредственный впрыск, система управления клапанами и рециркуляция выхлопных газов. Всего этого российские водители боятся как огня. Однако Kia решила поставить полуторалитровый мотор со всеми этими примочками на российский СИД. Новый двигатель 1.5 из семейства Smart Stream пришел на смену прежнему агрегату объемом 1.4. Пока рокировка подтверждена сертификационными документами. Но официальное объявление точно не за горами. Редактор субтитров А.Семкин